Можете представить, каково прожить всю жизнь в механической коробке, в которой едва помещается ваше тело? Что, если бы вы не могли двигаться, есть и дышать без неё? Звучит как настоящий кошмар, да ведь? Но для Пола Ричарда Александра это не сон, а суровая реальность жизни. С 52-го года Пол проводит почти каждое мгновение жизни в этой машине. Но как такое могло произойти? Чтобы узнать, давайте изучим жизнь человека, который прожил в железном лёгком уже 70 лет. Чтобы понять ситуацию Пола, нужно разобраться в полиомиелите, вирусе, которым он заразился в 6 лет. Полиомиелит или полиомиелитис – это опасная болезнь, которая поражает спинной мозг человека. В тяжёлых случаях это вызывает паралич, и пациенты не могут двигаться и становятся очень слабыми. Это заболевание поражает где-то одного из 200 человек, и у многих появляется прогрессирующая мышечная слабость, атрофия и деформация конечностей. Хотя это страшно, таким людям ещё везёт, потому что паралич может поразить мышцы до такой степени, что пациенты не могут ходить, есть и даже сами дышать. И, к сожалению, это был случай Пола. Он заразился в 1952 году, когда США и Европа переживали самую страшную эпидемию полиомиелита. За тот год более 57 тысяч человек заразились лишь в США, а это примерно столько же, сколько живёт в Гренландии. Но полиомиелит существовал задолго до 1952 года, и о нём знали даже в Древнем Египте. Посмотрите на эту каменную табличку, созданную где-то 3400 лет назад. Видите иссохшую ногу? Это симптом полиомиелита. Однако только в начале 20 века эта инфекция стала вызывать большие проблемы. Так, в 1916 году, за 36 лет до заболевания Пола, более 27 тысяч случаев выявили в одном только Нью-Йорке, и как минимум 6000 человек скончались. Город охватила всеобщая паника, и власти призвали людей не выходить лишний раз из домов. Кинотеатры, бассейны и парки развлечений закрылись, а люди перебрались в менее заселённые районы. Звучит знакомо, правда? Хотя всё это напоминает 2020 год, в отличие от эпидемии коронавируса, больше всего полиомиелиту были подвержены не старики, а дети. Дело в том, что вирус распространялся, когда экскременты заражённого человека попадали в ротовую полость здорового. Например, через грязную воду или еду, или от того, кто просто не моет руки. А учитывая, что дети редко утруждают себя вымыть руки, прежде чем пихать их и всё за что они хватаются в рот, неудивительно, что они настолько сильно пострадали. Но если б полиомиелита хватил мир в 1916 году, почему лекарства всё ещё не было, когда заболел пол? Медицина и наука тогда были гораздо менее развиты, и многое из того, что известно сейчас, врачи ещё не знали. Не понимая, как лечить и защищать от полиомиелита, люди обратились к странным средствам, которые предлагали мошенники, наживающиеся на страхе. Но даже уважаемые эксперты часто предлагали ошибочные методы лечения. В том же 2016 году эксперт биомедицины Джон Хейвен Эмерсон рекомендовал принимать ванны в миндальной муке и настаивал на том, что электрошок нижних конечностей поможет облегчить симптомы. Ау! Если вы думаете, что это ужасно, то другие способы включали введение смертельных субстанций в позвоночник, например, адреналин и дезинфицирующие средства. Это как советы Трампа по лечению ковида, только ещё более болезненно. Неудивительно, что многие из этих методов лечения только ухудшали ситуацию. Также в том году Сэмюэль Мельцер, уважаемый американский физиолог, предложил вводить адреналин в позвоночник больным детям, основываясь на успешных экспериментах на обезьянах. Однако метод оказался совершенно неподходящим для людей, и, к сожалению, из 105 детей 45 умерли в ходе этих экспериментов. Дети, которым повезло избежать этой судьбы, часто носили гипс или металлические скобы в течение многих недель, месяцев или лет. Хотя гипсы-скобы были тяжёлыми и неудобными, они поддерживали ослабевшие части тела. Но, несмотря на то, что они помогали выздороветь, недели, проведённые в больнице в этих обездвиживающих штуках, для многих были страшным опытом. Один пятилетний мальчик, которого парализовало ниже шеи, рассказал об особенно жутком случае сосой. Лёжа на больничной койке, не способный двигаться, он внезапно услышал жужжание в дальней части палаты. Он не мог убежать или даже натянуть одеяло на голову. Ему оставалось смотреть, как оса летит ближе, ближе и ближе. Но не всё было так плохо. В 28-м году гигиенист Филипп Дринкер и физиолог Луи Шоу объединились в Гарварде и сформировали группу по борьбе с полиомиелитом. Вместе они создали первую машину для лечения самых тяжёлых пациентов или хотя бы для поддержания в них жизни. Дело в том, что в худших случаях, как у Пола Александра, человека парализуют до такой степени, что он даже не может использовать лёгкие. Но устройство Дринкера и Шоу раздувало и сдувало лёгкие за пациентов. Первая их машина опиралась на два пылесоса с электродвигателем. Они высасывали воздух из герметичной металлической коробки на одного человека. Это снижало давление воздуха внутри и грудная клетка расширялась, чтобы заполнить вакуум, наполняя лёгкие воздухом. Затем пылесосы включались обратно, и они закачивали воздух в машину, повышая давление воздуха и заставляя лёгкие сдуваться и выталкивать его. Этот чудесный аппарат назвали респиратор Дринкера, но он стал известен просто как железное лёгкое. Через какое-то время оригинальное устройство улучшили за счёт набора мехов вместо пылесосов. Дринкер экспериментировал с аппаратом ИВЛ для нескольких человек, превратив всю комнату в большое железное лёгкое на четырёх пациентов. В нём было место для медсестры, чтобы она ходила и заботилась о детях. Позже, в 31-м году, Джон Хэвин Эмерсон, ну да, тот самый, который советовал электрошок и ванны в миндальной муке для лечения, внезапно значительно улучшил железное лёгкое. Машина Эмерсона была тише, эффективнее и дешевле – всего за одну тысячу долларов. Это было меньше половины стоимости респиратора Дринкера, но всё равно дорого. Сейчас это было бы 17 500 долларов. Из-за такой высокой цены больницы не всегда могли купить железные лёгкие для всех детей, которые пострадали из-за вируса. Некоторые больницы довольствовались самодельными машинами. Например, это из 40-х годов, у которой, как видно, мехи накачивались вручную. Больше похоже на орудие пыток, а не на медицинское устройство. Однако щедрые люди старались помогать врачам. К примеру, сэр Уильям Моррис – английский автопроизводитель, который, кажется, был самым британским британцем в мире. В 38-м году он пообещал изготовить столько железных лёгких, сколько сможет любой нуждавшейся больница. Всего он пожертвовал более 5000 машин. Сейчас это около 95 миллионов долларов. Настоящий джентльмен. Но теперь пора перейти к 52-му году, когда в США зарегистрировали максимум случаев полиомиелита, и тысячи детей попадали в больницы с этой болезнью. Шестилетний Пол Александр играл рядом с домом в Далласе в Техасе, невзирая на летний дождь. Всё было в полном порядке, но уже через мгновение ему стало плохо, и он побежал в дом, жалуясь маме на боль в голове и шее. Мама Пола сразу же распознала характерные симптомы ранней стадии полиомиелита и уложила сына в кровать. Пришёл семейный врач, но из-за того, что больницы были переполнены больными полиомиелитом, он рекомендовал Полу остаться дома, несмотря на ухудшения. Уже через пять дней мальчику стало так плохо, что родители отвезли его в больницу, несмотря на советы доктора. К тому времени Пол едва мог удержать карандаш и даже затруднялся кашлянуть, чтобы прочистить лёгкие. Когда врач его наконец-то осмотрел, он сказал родителям Пола, что уже ничего не сделать. Но, к счастью, второй доктор считал иначе. Он выполнил экстренную трахеотомию, проделав небольшое отверстие в горле мальчика и с помощью трубки отсосал жидкость, застоявшуюся в лёгких. Когда Пол очнулся, он всё ещё не мог пошевелиться, но понял, что он почему-то лежит в громкой машине. Сначала он подумал, что это странный сон, но вскоре узнал, что его поместили в железное лёгкое. Хотя он победил первоначальную инфекцию, болезнь оставила его парализованным ниже шеи, и следующие 18 месяцев он провёл здесь. Больничная палата была полна таких же детей, но шли месяцы, и Пол видел, как многие из них медленно выздоравливали, или наоборот умирали. Он, однако, никак не менялся и оставался прикован к машине, дышавшей за него. Чтобы преодолеть неспособность дышать самому, врачи научили Пола дыханию полигушачье. Это не значило, что он научился дышать под водой. Дыхание полигушачье – это техника, при которой втягивают полный рот воздуха, а затем поднимают язык к нёбу. Это движение толкает воздух в горло, выталкивая его в лёгкие. Без практики это очень трудно, особенно для ребёнка. Давайте, попробуйте сами, если не верите мне. Тяжело, да? Может быть, вы сможете сделать кое-что полегче. Например, нажать на кнопки «Нравится» и подписаться. Получилось? Отлично! Тогда продолжаем. Хотя он ненавидел упражнения, благодаря силе воли и настойчивости Пол освоил дыхание полигушачье к восьми годам. Благодаря этому он смог дышать сам без помощи железного лёгкого впервые за почти два года. Он ощутил хоть какую-то независимость, пусть ему и приходилось спать в машине каждую ночь, и ощутил себя живым. Полной решимости достичь своих целей, несмотря ни на что, Пол приспособился. К верхней части машины прикрепили зеркало, чтобы он мог смотреть вокруг, не вытягивая шею. Отец сделал ему палочку, которую он держал ртом, и играл с её помощью игрушками. Он научился рисовать и писать, держа кисточку или карандаш во рту. Но, повзрослев, Пол понял, что должен получить образование. Потому что, хотя всё его тело было парализовано, его мозг оставался острым, как нож. К 21 году он стал первым человеком, который окончил школу в Далласе, физически не посещая никаких уроков. Вдобавок к этому, он стал лучшим в своём классе. И при этом у него даже не было зума. Какое у вас оправдание? После того, как он окончил школу с отличием, Пол решил поступить в Южный методистский университет. Но его не приняли, посчитав слишком недееспособным. Пол, разумеется, был в ярости. Но даже после этого он не собирался сдаваться. Он звонил в университет множество раз и боролся за право учиться на курсе на протяжении двух лет. В конце концов, университет уступил. И так Пол стал изучать экономику и финансы. Преодолев это препятствие, он замахнулся дальше и вскоре успешно поступил в Техасский университет. Учась в прежнем колледже, Пол жил дома. Однако теперь, к ужасу родителей, он собирался переехать и жить в кампусе весь семестр. Было нелегко привезти 300-килограммовое железное легкое в новую комнату в общежитии. Но даже эта проблема не остановила Пола. Но ладно, он не помогал переместить машину, но его можно понять. После семи долгих лет Пол выпустился из Техасского университета в 78-м году. Но и этого ему было мало. Как только он получил одну степень, он сразу решил взяться за вторую. Он выбрал одну из самых тяжелых областей для учебы – юриспруденцию. Хотя ему говорили, что он не сдаст экзамен, в 84-м году, через 17 лет после выпуска из школы, Пол стал юристом. Два года спустя, вопреки всему, он начал успешную карьеру адвоката, преодолевая все препятствия на своем пути. Вот это история успеха. И она на этом не заканчивается. В июле 22-го года, с момента, когда Пол Ричард Александр попал в железное легкое, пройдет 70 лет. В почтенном возрасте 76 лет он вновь живет в этой машине. Лежа в ней, он ест, пьет, спит и даже работает, но не позволяет этому положению влиять на него и вдохновил многих людей по всему миру. В 14-м году его приняли в организацию Rotary Club, которая занимается борьбой с полиомиелитом и помощью с заболевшим из разных стран. Хотя он счастлив, в его жизни, разумеется, хватает трудностей. Машина, в которой Пол сейчас живет, обновлена, потому что оригинальная начала ломаться еще в 15-м году. Запчасти были сняты с производства много лет назад, потому что, ну, никто не думал, что человек может прожить в железном легком так долго. Но, к счастью, у Пола есть верный друг, который помог ему опубликовать видео с просьбой о помощи. Один инженер пришел ему на помощь и предоставил Полу все необходимое, чтобы он жил максимально комфортно. Удивительно, но с тех пор Пол достиг еще большего. Продолжая работать адвокатом, он завершил 8-летний труд над мемуарами под названием «Три минуты ради собаки». которые вышли в 20-м году. Что самое поразительное, он напечатал книгу с помощью стержня во рту, которым он нажимал кнопки на клавиатуре, представляете? Но не только Пол добился многого, несмотря на полиомиелит. Например, у 32-го президента США Франклина Рузвельта выявили полиомиелит в 1921 году, в 39 лет. Он не мог ходить без скоб или костылей и иногда был вынужден использовать инвалидное кресло. Но, как и Пол Александр, он не позволил болезни остановить его. Так, в 33-м году он стал президентом, единственным занимавший пост более двух сроков. И Рузвельт не тратил все это время зря. В 38-м году он возглавил американское движение по борьбе с полиомиелитом, основав национальный фонд детского паралича. И он, по сути, помог разработать первую вакцину против полиомиелита. Пользуясь своим статусом, Рузвельт попросил граждан помочь с разработкой вакцины. Затем знаменитый телеведущий Эдди Кантон в шутку предложил прислать в Белый дом по 10 центов, чтобы помочь делу. К удивлению Рузвельта, Белый дом завалили почтой. И в итоге правительство получило 2 миллиона 680 тысяч десятицентовиков. Сейчас это более 5 миллионов долларов. Кантор назвал марш десятицентовиков. Но, несмотря на эти деньги, никто, казалось, не приблизился к созданию вакцины от полиомиелита. Шли годы, прошла Вторая мировая война, началась холодная, и каждый год полиомиелит оставался угрозой. Но марш десятицентовиков продолжался, и люди собирали все больше денег на исследование вакцины. Они так хотели победить этот смертоносный вирус, что один человек, некий мистер Аконнор смог собрать полмиллиарда монет на благое дело. Это настолько много, что если выложить их в ряд, придется обойти и проплыть всю окружность Земли два с четвертью раза, прежде чем они закончатся. Об этом даже думать утомительно. Но в 52-м году, когда мира хватила самая худшая эпидемия полиомиелита за всю историю, людям надоело. Они сделали миллиарды пожертвований за 14 лет, но лечения так и не нашли. И тогда появился Джонас Солок. Он руководил исследованиями в рамках марша десятицентовиков с 49-го года, но в 52-м совершил крупный прорыв. Во время тестов на обезьянах он обнаружил, что те, к кому он ввел новую формулу, внезапно стали невосприимчивы к вирусу. Не теряя времени, Солк начал тестировать вакцину на 43-х детях. И когда все прошло хорошо, в 53-м привил собственных детей. Он определенно был очень уверен в себе. И если бы вакцина появилась раньше, она бы наверняка помогла бедному полу. Но она все равно спасла тысячи жизней. В 54-м году Солк начал крупнейший тест вакцины. По всем США были проведены испытания, в ходе которых от полиомиелита привили миллион 800 тысяч школьников. Этих детей прозвали полиопионерами, и они стали лучом надежды для всего мира. 12 апреля 55-го года были объявлены результаты. К всеобщей радости вакцина была безопасна и эффективна. После десятилетий исследований миллионов долларов и бесчисленных смертей болезнь победили. Люди выстраивались в очередь на прививку. А вакцину Солка затем улучшил еще один исследователь Альберт Сабин. К 61-му году появилась оральная версия вакцины, которую надо было просто капать на ложку, что делало ее введение намного проще. Результаты были поразительными. За два года до широкого применения прививки число случаев полиомиелитов США превысило 45 тысяч. К 62-му оно сократилось до всего 909, а к 79-му болезнь исчезла полностью. На 7 октября 2020 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США выявили 441 случай полиомиелита в мире. Но влияние этого вируса все еще ощущается. По оценкам, только в США проживает 300 тысяч переживших полиомиелит и примерно 10-20 миллионов во всех странах. Железные легкие давно сняли с производства, мир вакцинировался, но Пол Александр – один из немногих, кто все еще живет в этих машинах. Для него, как и для многих других, полиомиелит изменил всю его жизнь. Но история Пола доказывает, что независимо от того, сколько трудностей встречается на вашем пути. Вы можете преодолеть их, если у вас есть решимость. Вас вдохновила удивительная история Пола? И смогли бы вы прожить внутри железного легкого? Лично я бы не продержался и 5 минут. Расскажите обо всем в комментариях. Спасибо за просмотр!